Уже в эту субботу в Беларуси состоится Республиканский субботник. Традиция, которой уже не один десяток лет и большинство наших соотечественников не остаются от нее в стороне. Кто-то трудится на рабочих местах, кто-то меняет костюм на спецовку, благоустраивая территорию или помогая в возведении новых объектов. Вот так толокой каждый вносит свой посильный вклад, чтобы наша страна стала краше и богаче. И как бы кто ни пытался очернить традицию, узревая в ней якобы нарушение трудового законодательства, ответ очевиден. Труд во благо еще никому не навредил. И в эту субботу беларусы сообща возьмутся за дело. В год исторической памяти, особое внимание местам боевой и воинской славы, многие отправятся на мемориальные комплексы и захоронения воинов и партизан. Анастасия Бенедесюк проехалась по объектам, истоки которых именно в этой благородной акции. Сама атмосфера нашего века вызывает жгучую тревогу за судьбу прекрасной планеты и ее главного сокровища – человека. Каждая из нас в ответе за будущее – так серию своих картин описывал Михаил Савицкий. Сегодня от его цифр на сердце разрывающие эмоции. Страшно смотреть на это. Первый раз очень хотела попасть сюда. Изображенное на полотнах кажется слишком современным. Я вообще с Украины, с Донбасса, поэтому у меня идет сравнение. Экспозиция, пока временная, это музей истории Великой Отечественной войны. Здесь, что не экспонат, погружение. Более двух миллионов человек, это граждане 93 стран, с 2014 года прикоснулись к символу мужества и героизма народа-победителя. Беларусь, Россия, Китай, Казахстан, Нидерланды, Канада – экскурсии расписаны поминутно. Есть заявки уже на июль. Сегодня сложно представить столицу без этого музея и всей композиции со Стеллой «Минск. Город-герой». А ведь этим кадрам на следующей неделе всего 12 лет. Отпускаем? Все засняли? Да. Их снимайте. Это они все делают. Ну, отпускаем. Это второе рождение музея. В прежнем здании на Октябрьской площади внушительной коллекции было тесновато. Возводить новый комплекс начали по инициативе президента. Он и сам во время субботника заливал бетон. Два года понадобилось, чтобы создать один из крупнейших военно-исторических музеев мира. Что до субботника, здесь он и сейчас. Каждый понедельник – это день закрытый для посещений. Впрочем, на грядущую субботу планы масштабные. Одна группа будет работать на острове Мужества и Скорби. Это наш филиал. Вторая группа будет работать на военно-историческом комплексе Старая граница в поселке Станьково. Возле музея на площадке Ли-2. Мы часто говорим, без прошлого нет будущего. Здесь за него в ответе. Это уже роддом 5-й больницы Минска. Его строительство началось тоже на субботнике в 2014-м. А помните, как здесь проходил субботник в 2014-м году? Конечно. Все это проходило на моих глазах, потому что мы принимали этот роддом, участвовали в нем, ходили постоянно, смотрели, контролировали, как происходят работы, когда же нам откроют его. Бригада президента выполняла работы по устройству цементных стяжек. Роддом стал крупнейшим в Беларуси ежегодно. Там принимают около 5000 родов. Проводят более 1000 операций кесарево-сечения. Современное оборудование, диагностика, просторные палаты, даже люкс-класса. Есть возможность для партнерских родов. Здесь условия все предусмотрены для комфорта и до, и после, поэтому мы всем очень довольны. У нас были партнерские роды, мы готовились к этому заранее, проходили курсы. Вы знаете, все на 10. Врачи сделали свою работу просто на максимум. То есть лучше не придумаешь. Созданное человеком для человека, чтобы нация была здорова и каждый в отдельности реализован. Объекты здравоохранения, музейные композиции, арены и дворцы. Чему только за многие годы во время республиканского субботника не придавался импульс. Это центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Первоначальный проект был заморожен. После выбрали более экономичный вариант. Это мне знакомая работа. Проектирование велось с учетом мнения гимнасток. Объект сдали, как и обещали, к 8 марта 2018. Дворец оснащен всем необходимым. По начинке в СНГ есть только два подобных. В учебно-тренировочном центре в российском Новогорске и в столице Азербайджана Баку. Это такой большой-большой подарок для белорусской художественной гимнастики. Заслуженный подарок после проделанной работы, хороших результатов. Но и с таким толчком на будущее. Потому что в таких условиях, когда тренируешься, наверное, и спрос становится больше. Потому что как бы все у вас есть. Одновременно там могут тренироваться 150 человек. И стоять в сторонке в субботу, когда вся страна в деле, они не намерены. Порядок в доме, на рабочем месте, порядок в голове. А еще это ведь возможность с друзьями и коллегами провести время в неформальной обстановке, обсудить текущие вопросы и просто за полезным делом на свежем воздухе отдохнуть. Анастасия Бенедесек, Александр Воронович, Юрий Сахадзе, агентство теленовостей.